ну что привет мои дорогие зрители мы таки продолжаем гулять продолжаем наслаждаться жизнью и насколько можем развлекать гостей родственников ребятам конечно вместе хорошо большой компании такой а это самое главное меня в комментариях спрашивали надя как там твоя машина на тот момент когда были гости у меня в гостях у нас моя машина к сожалению не была еще починена там мы ждали какую-то маленькую детальку которая пока что не пришла поэтому путешествуем пока что на мотодоме и на машине как я говорила максим сергеевич ездит играть в теннис несколько раз в неделю два три раза в неделю но мы в это время отдыхаем встречаемся с друзьями с друзьями которые стали теперь наши общие с катей все в этом мире взаимосвязаны правда погода у нас хорошие обещают еще лучше гуляем в парке приехали на мото доме в парк и развлекаемся развлекаем детей гуляем и конечно же что общаемся подъехали к парку пока дети все играют на площадке мы около мото дома пьем чай и отдыхаем ну а кому не хватило большого тенниса играет барбинтон ну вот и все этот день подходит концу мы отъезжаем домой уже на улице как видите темно но тепло едем домой все устали все наигрались я про детей все довольны пора баба обратный путь так получается что как раз когда гости уедут моя машина как раз будет починина очень жалко что не застала я то время когда гости еще были могли бы еще с ними покататься поездить но надеюсь катя с детьми не последний раз у нас гостях так что покатающего и их на своей машине тоже ну а это съемка на следующий день зеленые коридоры как я их называю коридоры когда сверху справа и слева зелень очень люблю такие дороги а мы едем с детьми нет не со всеми только с агафий и с анечкой ну и с катей конечно и максимом сергеевичем едем в интересное место я думаю вам понравится забираемся на самую гору справа слева справа слева пасутся овечки мы лезем в гору для того чтобы посмотреть красивую долину вот такая вот красота нас встречает и пытаюсь вам передать это через экран здесь же стоят огромные ветряки которые обычно работают круглый год и под ними всегда пасется крупно рогатый скот почему-то овец туда не загоняют но крупно рогатый скот там живет можно сказать круглый год пасется вообще британские поля все поделены и на них обычно пасется либо крупно рогатый скот либо овцы два вида животных которые наполняют британские поля и луга и пасутся они круглый год потому как климат британии позволяет ну а вот и большие ветряки огромные которые вырабатывают электроэнергию не знаю хорошо ли коровам жить под такими ветряками огорожены они вот таким забором традиционным такой забор делали и 100 и 200 и 300 лет назад к сожалению в тот день была дымка и долина не так хорошо видна может быть другой день приедем посмотрим может быть я с вами приеду на своей уже машине а вот и она моя старая новая машина которую я купила на аукционе и мне ее предстоит помыть пропылесосить и обустроить под себя да еще нужно купить 4 новых колпака потому что один сломан обхожу машину обсматриваю ее ее уже на этом на этих кадрах починили и уже пригнали мне к дому хожу осматриваю фронт работы что здесь надо сделать первую очередь вторую очередь чтобы можно было на ней комфортно ездить и возить ребят до половички здесь точно за надо заменить на новые закажу наверное на их на ebay но вообще в машине достаточно много мусора и не так много пыли в общем надо ее помыть и пропылесосить да даже не верится что я наконец сдала на права и даже уже купила машину и вполне хорошую ох скоро возьмусь за руль кстати напишите в комментариях вы хотите со мной покататься или может быть вам такие видео не очень интересны я имею ввиду видео из машины видео каких-то ландшафтов дорог красивых что-нибудь такое напишите в комментариях и вам вообще такая тема интересна или нет ближайшие несколько дней я буду ездить наверное сама потому что мне надо будет привыкнуть к машине она совершенно другая ну а потом начнем кататься ну как я сказала прежде чем начать кататься надо ее помыть я взяла швамбру взяла ведро тряпку и пошла оттирать машинку от всяких букв которые были написаны когда она продавалась на аукционе от грязи от всего на свете и внутри и снаружи и надо почистить я вам скажу это очень приятное занятие приятное и психологически осознавать что я мою свою машинку любимую ну и физически тоже пошевелиться помахать шваброй хотя может быть было бы правильно съездить на автомойку и чтобы ее помыли но нет я хочу помыть сама свою первую машину в жизни вы понимаете о чем я у вас была когда-то первая ваша машина какие у вас были ощущения поделитесь комментариях может быть только у меня такая безудержная радость что я наконец-то мою свою машинку и сдала на право может быть у других людей как-то по-другому напишите в комментариях как вы поняли катя с ребятами уехала в эстонию обратно я пеку пирожки из оставшегося теста из оставшиеся рыбы а именно семги в общем кости уехали грустно стало дома шума нет гамма нет дети притихли ждем их следующий раз снова в гости ну или мы к ним до пирожок на разрезы пытаюсь показать а камеры не фокусируется телефон вот такая вот блогерская нелегкая жизнь пытаешься сфокусировать камерой а она ни в какую ну а на этом я заканчиваю свое видео надеюсь оно вам понравилось хоть и короткое было пишите комментарии задавайте вопросы ставьте лайки делитесь им а также не забывайте проходить по ссылке в яндекс цен там выходит видео обычно первее чем на ютюбе поэтому подписывайтесь но я нас с вами прощаюсь на этом всем пока всем пока и до новых встреч в следующем видео пока пока